Привет друзья! Мое сегодняшнее видео будет про воблеры. Если кто-то смотрит мой канал уже давно, вы знаете, что это мой любимый тип приманок. Я во многих случаях предпочитаю ловить именно на них. Они не всегда эффективны, но ловля на них всегда азартная и интересная. Так вот, сегодня я хочу вам рассказать про новинки, которые появились в воблерной индустрии. Вот они здесь лежат у меня все на столе. И я начну про них сейчас потихоньку рассказывать. Самая горячая новинка из того, конечно, из всего, что здесь у меня представлено, это Megabass 110 LBO. Я думаю, те, кто воблеры любит, прекрасно знают, что Megabass начала обновление всех своих линеек воблеров. Ну, по крайней мере, части из них. В будущем, я думаю, она обновит все, устанавливая туда вот эту вот свою новую систему LBO. На своем втором канале, вероятно, к этому моменту я уже выложу там видео, я расскажу, ну, я вообще там решил поделиться, что такое LBO, своими впечатлениями о ловле на воблеры с этой системой, насколько она эффективна или нет. В общем, ссылку на второй канал я оставлю в описании, ищите это видео там. Или зайдите сейчас в Google и посмотрите, в общем, что из себя она представляет. У Megabass есть красочный ролик, где все объяснено, разжевано и показано, какие преимущества дает и тому подобное. Вот маленькую сделаю такую ремарку, прежде чем начать обзор этих новинок. То, что действительно, я думаю, что система на данный момент самая интересная и самая рабочая из всех, что есть. Потому что она действительно дает хороший качественный результат. Ладно, давайте я теперь непосредственно приступлю к обзору. Сейчас воблеры ненужные сложу в этот. А-а-а, вот еще какой момент. Я начну с рассказа про Megabass LBO и закончу вот этими вот красавцами. Вы только посмотрите. 180-й и 150-й. Это воблеры от компании Golden Min, который называется Luna Sand. И вот ими я закончу. Посмотрим поближе и расскажу, в чем их фишка. Но сейчас Megabass. Кстати, если вам интересно, у меня на столе лежат две вот такие кепочки. Но самое интересное, конечно, вот это. Это кепка с логотипом моего канала. Если вы хотите получить себе такую же, ее можно приобрести. Внизу я оставлю в описании свой e-mail. Куда вы, пожалуйста, с пометкой кепка напишите. И я дам остальные уже все подробности. Кстати, кепок осталось немного. Шесть штук всего. Поэтому не тяните, если кому-то она действительно нужна. Ну а теперь про воблер. Вот лежат моих три новых One 10 LBO. Я о них сейчас расскажу подробнее. Достану из коробки. Но прежде чем я это сделаю, я хочу рассказать немножко про предысторию. Если помните, у меня зимой выходило или осенью видео про One 10 X. Это новый воблер был тогда от Megabass. Выпущенный на 30-летие компании. Он как раз выходил iPhone X и One 10 X. Я тогда еще сделал предположение, что это чисто сувенирная продукция. Ну нет, не сувенирная. Извиняюсь, коллекционная. Что это конкретно коллекционные образецы. Что скорее всего он потом пойдет в серию. Так вот, One 10 X представлял собой из себя ничто иное, как One 10 с системой LBO. Просто в таких необычных расцветках, которые у Megabass не было в линейке. Специально для этого воблера были разработаны эти расцветки. Но по сути One 10 X это тот же самый One 10 LBO. Просто на момент выхода One 10 X стоил там порядка что-то около 50 долларов, кажется. Но совершенно баснословные деньги за воблер. One 10 же LBO стоит чуть-чуть дороже классического One 10. И вполне можно приобрести и положить к себе в коробку. Давайте я сейчас их распакую и покажу поближе. Там с цветами очень интересно. Смотрите, какой интересный цвет я держу в руках. Наверное спросите, Константин, ты чего? Классический MatTiger. 100% вы правы. Но Megabass расширила в этом году линейку своих цветов, выпустив совершенно разные новые цветовые вариации, паттерны. И вот сделала такой вот двухсторонний цвет. Раньше, по-моему, кажется он только у Pantoon 21 был воблер двухсторонний. То там было серое, серое, серебряное и золотистое. Но Megabass решил убить двух зайцев сразу. Ведь часто люди не могут определиться, допустим, какой взять, MatTiger или HotTiger. Теперь для тех, кто не может определиться, стало определиться еще сложнее. Теперь надо брать, наверное, MatTiger, HotTiger и вот такой вот двойной. Ну а вдруг? Как я уже говорил, я сам в цвета не верю, но, блин, производители своими цветами уже давно не ловят рыбу. Они ловят людей. Потому что с каждым годом появляются совершенно новые чумовые расцветки, которые просто-просто заставляют их хотеть. Не знаю, как это сказывается на рыбе, но ты их хочешь и хочешь. Поэтому у меня в том году появились красные рудры, там, в общем, совершенно такие вариации. Ладно. Смотрите, вот сейчас покажу вам какой совершенно классный цвет, который меня лично пленил. Я назвал его Gunmetal. Я не знаю, как он точно называется по классификации, но просто вот посмотрите. Ну, не знаю, в моем понимании это Gunmetal. Это какой-то бронзово такой, ну, не знаю, классный цвет. Без понятия, как он ловит рыбу, насколько хорошо, но он выглядит, он выглядит просто бомбово. И второй цвет, точнее третий цвет, который, опять же, я лично обратил внимание, это вот Green Lizard. Кажется, у Orbit он называется и теперь есть у Megabass. Тут особенно, конечно, спина. Я даже не знаю, из какой это расцветки, какая-то бирюзово-фиолетово. Ну, в общем, я думаю, вы это все сами видите. Цвет просто бомбовый. Ну, и фактура тоже вообще просто, просто, просто... Я не знаю, что сказать. Просто классные цвета. Действительно, это вызывает и восторг, и вызывает их хотение. Да, давайте покажу сейчас другие воблеры, которые... Другие Megabass'ы, которые сами модели остались прежние, но цвета там тоже стали классные. Кстати, хочу сказать огромное спасибо магазину FishFish.com.ua за предоставленную продукцию. Они поддерживают мой канал уже полтора года. Дают возможность и мне знакомиться с новинками, и вас, соответственно, с ними знакомить. Они действительно классные ребята, и мне приятно с ними сотрудничать. Поэтому, без зазрения совести, я этот магазин горячо рекомендую. И те люди, которые по моей рекомендации там пробовали покупать, тоже говорят, что и сервисы обслуживания на высшем уровне. Ссылку на этот магазин я оставлю в описании. Также там доступен промокод на скидку 10%. Поэтому экономьте, покупайте и радуйтесь. Ладно. Следующие воблеры тоже в необычных расцветках от Megabass. Ну, как необычных, новых расцветках. Скоро они станут уже, скорее всего, обычными. Лежат у меня на столе. Сейчас я их распакую. Итак, это всем известные и знаменитые на самом деле воблеры. Особенно вот этот, как мне кажется. Это X140, Megabass X140. Обзор у меня его есть. Воблер действительно классный, уловистый. Со своей своеобразной проводкой. Но он у меня просто два года взрывал, скажем так, щуку на водоемах. Две новые расцветки появились. Точнее, это одни из тех расцветок, которые также появились. Вот они лежат. Это что-то типа вариация на тему Hot Tiger, только какой-то другой. Он полупрозрачный такой. Тут видно, как шарики перекатываются. Не знаю, очень своеобразный такой. Более нежный Hot Tiger. И вот такая вот вариация на тему моря, как мне кажется. Еще здесь лежит воблер, который называется ItaShiner. Такой своеобразный какой-то, не знаю, именно вот расцветка мне понравилась. Хотя сам вот этот вот воблер, ItaShiner, я к нему ключик не нашел. И в моем регионе мои знакомые тоже не нашли к нему ключик. Не знаю, почему-то никто там. Ну, единичные поимки были. И все. Я решил в этом году его попробовать немножко поупираться. Потому что воблер, вот в нем все есть для того, чтобы он ловил. Я не знаю, почему как бы у меня не было с ним каких-то успехов. Но единственное, может быть, опять же, я в цвета не верю. Но вот цвет, который у меня есть, он какой-то такой. Какой-то там красный, золотистый. Ну, такой он мне не нравится. И поэтому я решил попробовать вот такой цвет. И еще, наверное, все-таки возьму Hot Tiger классический. Хоть в цвета не верю, как бы. Как там в анекдоте про монашку и свечку. Вот здесь то же самое. Лучше как бы попробовать уже со всех сторон. И уже сделать какие-то выводы. Так, ладно. С мегабасами давайте я закончу. И приступлю к остальным. Очень, очень интересным воблером. А, ну и прежде чем приступить, просто вкратце расскажу вот об этом малыше. Точнее, вот об этих двух малышах. Это воблеры Fishy Cut iCut. Кренки. Это те кренки в том году, на которых я успешно ловил головля. То есть, это вот тоже удивительно. Но именно вот на них они ловились. Я не знаю, в чем магия, в чем причина. Когда у тебя коробка там из 20 разных кренков. Ты кидаешь самые знаменитые там хикари, джекалы, ну и так далее, и так далее. А ловят вот этот iCut. Не верите, посмотрите мои предыдущие видео головлины из того года. Он ловил и ловил. То есть, вот ничего не работало, а этот гад работал. Я не знаю, в чем фишка. Я не знаю, почему так происходит. Я не представляю. Но факт остается фактом. И в этом году, собственно говоря, и на него поклевки, и поимки. В общем, если у вас они, эти воблеры не очень дорогие. И если у вас их нет в коллекции именно по головлю, то обязательно возьмите. Ну, а в конце видео, как и обещал, расскажу про тяжелую артиллерию. Вот такие вот огромные буратины 150 и 180 от компании Golden Wind. Которые называются Lunascent. И маленькие их вариации. Точнее, это не их вариации. Это совершенно другие воблеры. Ну, просто они, похоже, кажутся из одной серии. Называется Moonscent. И сейчас, в общем-то, давайте я посмотрю их поближе. Вместе с вами мы, естественно, посмотрим. Ребята, вы посмотрите, это просто фантастика. Фантастический и сам воблер, и вот натуральная его расцветка. В то время как крупные фирмы типа Megabass, OSP, ну и так далее, и так далее, Jackal, они соревнуются в предоставлении новых ярких кричащих цветов. Но я могу сказать однозначно, что красивее натуралок нет ничего. Я сам больше всего люблю натуралки. Несмотря на то, что я так же подкину цвета. Вот там и красные рудры, там и какие-то там оранжево-синие, красные Jackal Range у меня появились в том году. Но больше всего я действительно люблю натуралки. Я просто вот, ну не знаю, это классно. Моя любимая расцветка, это зеленый с точками или с полосками. Напоминает мне чем-то Orbit, а их знаменитый 312 цвет, который у меня один из самых любимых. И вот этот вот воблер, вот я не знаю, смотрите, какой он просто... Да и вообще сами воблеры просто качественно и красиво сделаны. Я думаю, что это воблеры ориентированы на морскую ловлю. Это мне кажется даже бесспорно. Потому что у них здесь, во-первых, ну и по крючкам видно, и во-вторых, применена система неразъемной проволоки. То есть вот эта проволока вместе с кольцами, которая идет, она внутри целая. То есть это явно воблеры, которые рассчитаны на ловлю каких-то мощных морских хищников. Как они будут работать у нас, я, честно говоря, не представляю. Но я обязательно их положу в коробку и проверю. Мне кажется, у этих воблеров достаточно большой потенциал. Особенно учитывая то, что здесь три мощных шара внутри. Сам, кстати, это вот 180-й, он весит 32 грамма, три мощных шара внутри. И он будет фантастический летун. Он именно сделан для того, чтобы в условиях морской рыбалки его забрасывать очень далеко. И, соответственно, покрывать огромную площадь. И вести, чтобы больше было шансов поймать какую-то морскую рыбу, которая носится как в жопу ужаленная туда-сюда. Для нашей щуки это не сильно актуально. Однако забросить такой воблер далеко и вести его той же самой равномеркой, это классно. Я это проверил на канате, которая одна из лучших по щуке у меня последние два года. Кстати, каната есть также и в морской вариации. То есть для моря она сделана. Она также далеко летит. Ее можно вести и равномеркой, и твичингом. И вот эти воблеры, кстати, я думаю, будут лучше всего, они будут работать на потяжках, равномерках и потяжках. Но в любом случае в течение сезона я это обязательно проверю и с вами поделюсь. Смотрите мои видео с рыбалок обязательно. Ладно, если уж я начал рекламировать сам себя, то и продолжу. Там внизу, в описании, я оставлю ссылки на свою группу ВКонтакте приют спиннингиста, на свой Инстаграм и на свою группу в Телеграме. Вот особенно на нее обратите внимание, она пока еще совсем как бы никакая. Но что я хочу сделать в этой группе? Я хочу, чтобы в этой группе собрались энтузиасты, и чтобы там можно было обсуждать снасти. Чтобы человек, который туда пришел, в эту группу, мог что-то узнать про снасти, и что-то сам рассказать, и дать, и взять. Вот мне бы хотелось такое создать. Я буду там отвечать в этой группе на вопросы про разные снасти. То есть те вопросы, что мне задают ВКонтакте. Я хочу, чтобы это все переехало в Телеграм, и буду отвечать именно на эти вопросы там. Также прошу вас мне в этом помочь. Те, кто в снастях соображает, в катушках, в оберах, туда, пожалуйста, подпишитесь. Давайте сделаем такую вот годную группу, где можно будет посоветоваться, посовещаться, узнать опять же какие-то новинки, и вообще, в общем, все пообсуждать. Мне кажется, Телеграм самая лучшая для этого площадка. Ладно, теперь про воблеры. На закуску у меня остались два вот таких воблера. Я, кстати, неправильно их назвал. Это не Moonsend, это Moons Temptation, и вот эти вот два небольших воблерочка, которые мне очень напоминают Smith Jeep. Сейчас я, давайте я вам покажу поближе. И распакую их, соответственно. Я думаю, для тех, кто разбирается в воблерах, не секрет, почему я провел параллель со Smith Jeep'ом, потому что эти воблеры, в общем-то, по виду достаточно похожи. Насколько они разные будут на воде, безусловно, это покажет время. А я думаю, что они будут разные, потому что здесь есть система дальнего заброса, и у этого воблера квадратная лопата. Так называемый Squorbill. У обычного Smith Jeep'а, если мне не изменяет память, такого, кажется, нет. Обычная лопатка, и там нет системы дальнего заброса. Так вот, что дает Squorbill? Squorbill дает более расхлябистую игру вот так вот. Ну, не знаю, как это проиллюстрировать, но вот так. В общем, скорее всего, этот воблер будет неплохо работать просто на равномерке. По крайней мере, он будет создавать более амплитудные колебания, и, возможно, это станет решающим фактором для соблазнения рыбы. Но в целом, я думаю, воблеры будут по игре разные. Во-первых, у Smith'а Jeep'а, кажется, нет системы дальнего заброса. По крайней мере, насколько я помню, он летун так себе. В общем, фигово он летает. Он неплохо выманивает пассивную щуку, но летает он посредственно. Вот этот воблер может быть даже интереснее. Если он также хорошо будет на твичинге работать, опять же, не только на равномерке, но и на твичинге, также хорошо соблазнять пассивную щуку, то однозначно с системой дальнего заброса будет предпочтительнее он. Потому что, ну, со Smith'а Jeep'а он часто перехлёстывается, трудно куда-то далеко забросить. В общем, там часто мучаешься с ним, когда при ветреной погоде. Что ж, на этой ноте мое видео подходит к своему логическому завершению. Надеюсь, то, что я вам здесь рассказал, было интересно. Если оно таковым оказалось, пожалуйста, жду ваши комменты, лайки. И обязательно поделитесь этим видео с другими людьми. Спасибо вам за это. До скорых встреч. Пока-пока.